Начнем с истории открытия EGN, потом перейдем на оптический эмиссионный спектр. Я в основном называю эмиссионный спектр, потому что это главное, что мы должны понять. В принципе, тот астроном, который занимается EGN, должен очень хорошо иметь представление, какие линии там могут быть и с чем это все связано. Объединенная модель или схема EGN, разные классификации. Немножко философские проблемы непрерывности классификации, почему есть такие дискретные классы и как они связаны. И правильно ли мы понимаем EGN, потому что все эти классификации, надо понять, сразу скажу, что они исторические. То есть в какой-то момент исследования EGN какой-то астроном что-то заметил, он выделил какой-то класс или разделил несколько классов, имеющуюся выборку под своей рукой. И потом оказалось, что некоторые не принимали, конечно, классификации, некоторые принимали, имею в виду некоторые астрономы, а некоторые классификации именно. Потом так оставались в истории, потом когда новые спектры, новые лучшего качества спектры и другие диапазоны появлялись с новыми данными. И тогда оказывалось, что многие вот эти классификации уже действительно можно считать чисто историческими. Они устарелы, они не представляют правильную картину EGN. Немножко остановимся на тонкий анализ спектров, потому что в спектрах есть очень много профилей. Я думаю, что вы по физике проходили, как вообще происходят вот эти, откуда происходят, какие переходы есть. Атомную физику проходили, да, достаточно хорошо. Вот вся диагностическая астрофизика подошла на атомной физике практически, если иметь в виду вот эту область спектрального анализа. Ну, как я уже сказал, EGN зоопарк, многоволновой спектр, multi-wavelength, и многоволновое распределение энергии, спектральной энергии. Ну, несколько обзоров и бюрократские проекты, которые, в принципе, можем мы потом опустить во время следующей лекции об этом говорить. Во-первых, начнем с истории. Ну, первые объекты, которые действительно могли потом как-то назвать EGN-ами, АГН-ами, активными галактическими ядрами, это были Сейфертовские галактики. Карл Сейферт открыл в 43-м году 12, наблюдал фактически 12 эмиссионных галактик с широкими линиями. Впоследствии оказалось, что только 8 из них чисто классически можно сейчас назвать галактиками Сейферта. То есть 4 даже не такие уж были подходящие объекты. Потом все равно у него в списке было 12 объектов, и эта работа оставалась на несколько лет, даже больше десятилетий, не как в стороне, и никто не обращал внимания, что вот такие галактики могут еще появляться, и что они вообще из себя представляют, какое имеет значение. Потом в конце 40-х годов уже сильно развивалась радиоастрономия, и открыли первые внегалактические радиоисточники. Ну сначала наблюдали Солнце, как вы знаете из истории радиоастрономии, потом туманности, сверхновые и так далее, галактические объекты, но в конце концов несколько радиоисточников отождествовали с внегалактическими источниками. Причем для этого нужно было время, чтобы они могли точно знать, потому что координатная неточность, неточность, координационная неточность в радиодиапазоне была достаточно большая, и не могли конкретно понять, какие объекты именно излучают вот эти радиолучи. В конце концов, вот сигнус А, то есть это лебедь А, источники радио обозначают так, как вы, наверное, знаете, созвездие А, Б и так далее, А это самый сильный источник, и несколько галактик появились, которые тоже были фактически пикулярными по сравнению с нормальными обычными галактиками, как и сейфертовские галактики. Третье — это голубые галактики АРО. АРО — мексиканский астроном, который чисто колориметрическим путем обнаружил, ну опубликовал список галактик, которые были голубее, чем ожидалось. Обычно галактики голубыми не бывают. Почему? Можете понять, почему? Среди звезд здесь голубые, красные и так далее. А почему галактики обычно не бывают голубыми? Потому что они удаляют свои межлезвезды. Нет, удаление — это другое, подождите. Речь идет о чисто свете, потому что... У них межлезвезды, да, из-за поглощения... Это тоже правильно, но потому что у них есть множество звезд, в них есть множество звезд, большинство которых средних классов. Обычно почти все галактики близки по цвету. По сравнению с звездами, которые достаточно имеют широкий диапазон. А там усредненный цвет, там же усредненный, миллиарды звезд. И вы знаете, что очень редкие вообще голубые звезды, очень редкие, крайне красные. То есть в основном средних классов, ну чуть немножко сдвигаясь в красную сторону, поэтому галактики представляют собой большое количество, множество звезд. Поэтому их цвета в основном средние. Ну даже если разные, но близко к среднему. Поэтому чисто голубые галактики, очень голубые галактики, очень редкие. А это благодаря потом, как оказалось, дополнительному излучению из ядра, которое обычно бывает голубым. В голубом диапазоне очень сильное. Поэтому цветовые, даже вот такие характеристики, цветовые признаки могут являться очень хорошими признаками для обнаружения, для открытия активных галактик, активных галактических ядер. Ну и потом Маркарян догадался как-то. Вот действительно, вот здесь очень блестящая работа Маркаряна в 1963 году. Он выделил 73 галактики с пикулярными цветовыми характеристиками. То есть они были голубее, чем ожидалось в соответствии их спектральных классов. То есть цвет был голубей, там был как бы избыток голубого излучения. Он предположил, что это, тогда уже он предположил, что, наверное, это были, причем были очень известные, достаточно яркие галактики. Ну, то есть он отобрал те, которые вот имели такой пикулярный цвет, избыточный голубой цвет. И предположил, что таких галактик должно быть очень много, и что это может быть связано с ядром, потому что уже гипотеза Амбарцумена в активности ядер галактик была. И поэтому Маркарян потом предпринял, чуть позже предпринял вот этот обзор Маркарянский, который с 1965 года начался, закончился в 1980 году. 15 лет он наблюдал небо, большой отрезок неба, 17 тысяч квадратных градусов. Сколько квадратных градусов все небо? Кто знает? Вообще сфера какая-нибудь или что? Сколько квадратных градусов? Как можно посчитать? Или если знаете просто? А? Сколько? 720. 720? А как он 17 тысяч наблюдал, если меньше у вас вся сфера? Вся поверхность сферы это 360 градусов в квадрате разделись на пи. То есть не круглое число, между прочим, получается. 41 253 градуса квадратных. Кто запомнил? 41 253. Даже не круглые 253. Они там 252 и 8 что ли. Не знаю, ну такое получается, потому что пи не квадратное число. В общем, из 41 тысячи Маркарян наблюдал 17 тысяч квадратных градусов. Это сколько? Это больше, чем треть, ну чуть меньше, чем половина. Но все равно до сих пор остается самым большим по поверхности обзором северного неба. Спектроскопическим, извиняюсь. Потому что прямые изображения, прямыми все небо покрыто. Паламарскими обзорами, наверное, вы слышали об этом. А спектроскопический обзор самый большой у Маркаряна. Ну, до этого я здесь пропустил открытие квазаров. Мартин Шмидт, первооткрыватель квазаров. А квазары как открыли? Вы знаете эту историю или может рассказать вам? Это интересная история вообще для астрономов, для студентов. Потому что тогда обнаружили, что несколько радиоисточников совпадают со звездами. Вернее сказать, со звездными объектами. То есть с точечными объектами. Не с протяженными, как другие. Вот, например, Сигнус А, которая явно галактика. А с точечными объектами. Ну, тогда их назвали радиозвездами. Но, с другой стороны, непонятно, как звезда может излучить такое сильное радиоизлучение. И долго мучились над этим. Получили, в конце концов, спектры. И увидели, что в спектрах имеются очень широкие линии. И вообще не отождествляются ни с чем. Таких известных линий, никаких элементов у нас не было в списках. В конце концов, Мартин Шмидт догадался, что это сдвинутые, сильно сдвинутые линии водорода в Альмировской серии. Это то, что я вам говорю, понятно? Или в Альмировской серии это какая? Какие переходы представляет? Со второго на любые. Правильно. Значит, в Альмировской серии, аж альфа и так далее, аж бета. То есть эти линии он нашел, просто предполагая, что они сильно сдвинутые, имеют сильное красное смещение. Но сильное-сильное тогда это всего 0,158Z. Z красное смещение вам известно, да? Как считается? Ну как считается, скажите, чтобы вы точно знали все. Наблюдаемая длина волны, да? Лабораторная, как мы называем, да. Вот эту разницу разделить на лабораторную. Это будет Z. То есть мы получаем, что есть объекты, которые очень далеки от нас, потому что закон Хаббла уже был известен. Все знали, что вселенная расширяется, что объекты удаляются. То есть объекты тогда галактики только знали. Квазаров не было известно. Значит, и получилось, что есть некоторые звездообразные объекты тоже, радиоисточники причем. И сразу же поняли, что они чем-то похожи, чем-то должны быть близкими к Эджиенам. Но они тоже сильно удаляются, причем гораздо дальше находятся, чем обычные наши галактики известные. И, значит, этим путем открыли совершенно новый тип объектов, квазары, что означает квазизвездные радиоисточники. И, значит, после этого все больше и больше объектов было открыто. Но в любом случае, в середине 60-х годов, сейчас вы удивитесь, всего было несколько десятков активных галактик известных. Всего несколько десятков. Даже я, наверное, преувеличиваю. Может быть, 20-25. Несколько десятков, не представляете, что это 50 или 60. То есть тогда не было практически объектов, чтобы понять, как их сравнивать. Не было достаточного количества для статистики. Поэтому вот Маркариан предпринял этот обзор. Это был первый систематический обзор, ну, вообще, не галактический, систематический обзор для поиска активных галактик. А для этого вот несколько объектов из разных списков появлялись. Но с 68-го года уже появились первые спектры Маркарианских галактик. И оказалось, что там очень много сейфертовских галактик. Витман и Хачикян, Витман американский ученый, Хачикян наш, в прошлом году скончался. Он достаточно долго жил, почти 90 лет. Вот разделили сейферты на классы 1 и 2. Чисто по ширине наблюдаемых линий, эмиссионных линий. Мы вернемся к этому, потому что потом подробно будем изучать спектры. Потом, в 72-м году поняли, что вот объект Беллацерта как «звезда», в кавычках, существовало с 28-го года или с 27-го, по-моему. Вот тогда, поэтому название такое имеет. Вы знаете, наверное, переменные звезды обозначаются вот так. Две латинские буквы и созвездие, да? Беллацерта. Беллацерта. Лацерта — это какое созвездие? Ящерицы. Да, правильно. Значит, Беллацерта — это «звезда» существовала, в кавычках, опять же. Потом, в 72-м году, Стритматер понял, что это внегалактический объект. Во-первых, отовесли с радиоисточником. Во-вторых, обнаружили, что там есть еще радиоизменения. До этого, как беременная звезда была. И, в конце концов, чуть позже уже, так сказать, Шпигел как бы внес новый класс объектов, блазары, куда входили и Беллацерта, и некоторые квазары с сильной переменностью. О-в-в это обозначает «optically violently variable». То есть, «violent» значит, что такое, «яростный», как бы, да? Или как по-русски еще можно сказать. В общем, и «hpq» обозначает, значит, «high polarized quasars» — высокополяризованные квазары. Они иногда объединяются и иногда отдельно рассматриваются, но в целом класс блазары объединяет «lazertidy», вот как их называют, «lazertidy» и вот такие квазары. И вот после этого уже это считается самым мощным, «gene» с самым мощным излучением. Потом были обнаружены старборд, вернее, выделены старборд в галактике, то есть галактике со вспышкой звездообразования, по-русски можно сказать так. Видман обнаружил, причем это на основании маркариамовских галактик. Хэкман, Тимот Хэкман открыл лайнеры в 80-м. И так вот пошло. В этих годах, вот до 87-го года, было обнаружено очень много, большое разнообразие разных ЭДЖН. Были предприняты первые попытки классификации путем диагностических диаграмм. Балвин, Филипп Стерлевич, потом Остерброк и Вейо. Вейо и Остерброк, скорее, классифицировали галактики с узкими линиями. Это специально надо подчеркнуть. Только галактики с узкими линиями ставят на диагностические диаграммы. Мы потом посмотрим подробнее. И разделяют на три класса. Сейферты, Лайнеры и галактики Старборст. Ну, инфракрасные галактики были открыты после спутника ИРАС. Потом галактики Сейферта, которые ожидались, чтобы могли иметь широкие линии. Но они имели достаточно узкие линии. Они называют Нейролайн Сейферты Галаксис. Но Нейролайн практически их можно назвать галактики с узкими широкими линиями. Немножко каламбур получается, но я потом объясню. Это Остерброк и Погия обнаружил. И, наконец, в 87-м году Антон Учий и Миллер вот такую теорию выдвинули. Объединенную теорию или модель, или схему активных галактик. Где все они объединяются. Вот все это. Это вообще гениальное предложение, что все они имеют ту же физическую основу, но они наблюдаются под разными углами. То есть чисто геометрическая модель. Если на вас направлен джет, тогда, значит, вы видите Блазар. Если чуть меньше, значит, вокруг центральной области есть плотная, газопылевая плотная область, которая покрывает сильное излучение. Поэтому сейчас вот мы будем смотреть. Поэтому некоторые галактики наблюдаются как слабые, а некоторые как сильные. И, в конце концов, все это имеет одну физическую основу. Это гораздо лучше и с физической точки зрения правильнее и понравилось всем астрономам. И сразу же приняли эту модель. Это сейчас фактически единственная модель, объясняющая активные галактики. Активные галактические ядра. Как я сказал, Амбар Цумян еще в другой лекции уже сказал, что в 50-х годах, в начале 50-х годах уже предпринял попытки объединить все это. Вот он перечислял вот эти проявления активности. Тогда наблюдалось вот это. И он объединяет все это. Аутфлоу, например, вот эта вытечка газа и так далее, скорости, это все из спектра выходило. То есть из спектра они могли высчитать, например, какие скорости, которые приводили к расширению линии и так далее. И потом он, значит, заключил, что наверняка все это имеет одну тоже физическую основу. Правда, он объяснял по-другому, которое я могу объективно сказать, хотя мы, представители Бюрокова, всегда гордимся тем, что Амбар Цумян тогда выдвигал и эту гипотезу выдвигал. Но все равно сейчас классическая теория противоположная. То есть Амбар Цумян по-другому представлял это все, как происходило. Но все равно идея гениальная была такая же, что все это объединяется. То есть это имеет физическую одну основу. Теперь, в основном Эйджены, когда вы наблюдаете спектры, вы знаете, что такое спектры? Наблюдали, работали со спектрами, да? С какими? Звездными или галактическими? Со всеми? Чем отличаются спектры галактик от звезд? Ну, в принципе, правильный ответ, если так в общем посмотреть. Потому что, как я сказал, там много звезд, даже одна если звездная линия, то все равно расширяется, потому что там вклад многих-многих звезд. Даже это если простая бальмерская линия звездная, да? Скажем, Аш-альфа, поглощение линии. У одной звезды будет гораздо меньше, статистически, конечно, чем у многих звезд, которые двигаются в разных направлениях и вкладывают и в ту сторону, и в ту сторону. Это, в принципе, правильный ответ. Но не только этим. В основном у галактик сдвинуты, есть двиг. Потому что редко какие галактики очень близко находятся к нам или двигаются к нам, или вообще имеют, наверное, нулевую лучевую скорость. Но таких очень редко. Потому что начиная с каких-то расстояний уже сильно сказывается хаббловское расширение. И почти все галактики, можно так грубо сказать, что почти все галактики имеют голубой, извиняюсь, красный сдвиг, то есть красное смещение линий. Вот это главное, чем можно различить, это спектр галактики или звезды. Кроме того, правильно, если они имеют эмиссионный спектр, у звезд, в основном, есть эмиссионные звезды, много таких. Например, какие? Знаете, какие звезды имеют эмиссионные? С звездами с противоритой атмосферой. Есть такие, есть катаклизмические переменные, например, с эмиссионными очень такими классическими линиями. Но они узкие. Все они узкие в основном. А вот у галактик они очень широкие. Почему? Сейчас мы будем понимать потихоньку. Почему? Несколько причин есть. Я могу даже одну такую интересную причину сказать, что, во-первых, там много звезд. Во-вторых, это не всегда и в основном не звездного происхождения эмиссионной линии, а совсем другие. Там большие скорости движения газа. В основном из газа они, излучение газа. И в-третьих, когда есть большое красное смещение. А как работает красное смещение? Вот смотрите, одна линия имеет достаточную ширину. Вот эта часть больше сдвигается, чем эта часть смещается. И практически, когда линия переходит в красную область, то есть имеет смещение, одновременно и расширяется. Потому что красная часть больше уходит, а синяя часть меньше уходит туда вперед. Понимаете, даже это можно назвать искусственное расширение. Это фактически физического смысла здесь нет. Это чисто вот из-за того, что закон красного смещения работает так. Поэтому в основном у галактик наблюдаются широкие линии. Чем больше красное смещение, еще можно больше ширины ожидать линии. Но есть галактики, даже активные галактики с узкими линиями. И кроме того, есть, ну тут формально названы красные галактики, есть галактики, которые имеют вообще только спектр, абсорбционный спектр, спектр поглощения. Ну, можно сказать, даже звездный спектр. Звездный спектр, но с другой стороны, здесь тоже есть смещение. Даже если вы наблюдаете конкретно отожасели эти линии, знаете, например, линии кальция, магния, да, натрия. Даже если вы все эти линии знаете, все равно они смещены, и вы должны искать, ну, зная уже красное смещение, какая линия, где оказалась, и какую линию представляет из нашего списка. Поэтому даже для галактик таких со спектром поглощения все равно красное смещение обычно бывает. Ну, это в основном вот эти три типа. Теперь поподробнее. Теперь пойдем потихоньку, поподробнее, поподробнее, понимая, какие есть варианты. Например, ну, это тут названо Мин-квазар, как средний квазар. Как ни странно, много астрономов до сих пор считают, что квазары в основном одинаковые. Правда, есть несколько разных вариаций, там названий, об этом мы сейчас поговорим. Но квазары не имеют нормальной классификации до сих пор. То есть квазар — это квазар. Только красное смещение известно, и любой астроном нарисует вам спектр, скажет, вот квазар с таким спектром. То есть какие линии там должны существовать, и так далее, все это как будто известно нам. Правда, несколько квазаров есть, которые имеют абсорбционные линии, некоторые квазары какие-то другие пикулярности, но в основном квазары не разделяются на классы, не считая вот чисто вот последней работы, которые буквально за последние несколько лет уже сильно сейчас изменили картину. Есть вот лацертиды, которые имеют непрерывный спектр. Здесь синхротронное излучение, то есть одна линия, и ничего не наблюдается обычно. Если очень хорошее есть спектральное разрешение, тогда иногда мы наблюдаем некоторые очень слабые абсорбционные эмиссионные линии. Но в основном ничего там не наблюдается, и это спектр глазаров. Звезды не могут иметь прямую линию в своем спектре. Какое распределение энергии в спектре звезд? Типа Планка. Типа Планка, да. Планковское распределение. То есть, зная температуру, какой закон определяет максимум, где будет? Вина. Закон смещения вина. То есть, вы, если знаете температуру звезды, вы можете спокойно нарисовать, какой спектр эта звезда будет иметь. Не считая уже другие пикулярности. Например, как там могут появляться эмиссионные линии, что-то другое. Но в основном распределение энергии вам известно. Распределение же энергии для таких объектов вот чисто прямая линия. Ну, с уклоном, конечно, с каким-то. В основном они голубые, но в основном не всегда. Но это глазары. Знаете, Сейферд-1, Сейферд-2, это классическое разделение, хотя сейчас есть очень много и промежуточных объектов. Они чем различают? Вот запомните, Сейферд-1 имеют широкие разрешенные линии и тонкие запрещенные, то есть узкие. Почему запрещенные линии всегда узкие? Знаете, есть теория? А? Они в атмосферах. В атмосферах. Они должны быть в разрешенном очаге. Иначе ничего не получится. Да. Еще что? Какие условия еще должны быть? Типа они должны резко, редко очень встречаться, чтобы... Они вообще... Что представляют из себя запрещенные линии? Какие переходы? Из метастабильных уровней. То есть там долго с одной стороны не может находиться атом или вещество, можете так просто сказать. Но с другой стороны, когда накапливается и какой-то стимул появляется для перехода, тогда вот они наблюдают. Почему они должны накапливаться? Потому что там среда разрешенная, что вы очень правильно заметили. И плюс к тому надо еще отметить не только среда, не только материя, но и излучение. То есть должно быть низкая плотность излучения, чтобы они не сразу переходили, а то мы не будем их наблюдать. Поэтому вот такие атомы, некоторые атомы есть, очень известные, например, это кислород, два раза ионизованный кислород, О3. Есть, например, здесь, ну не очень хорошо видны, потом их буду показывать, например, есть, значит, Найтроджен, то есть азот, потом здесь, значит, Сера, и еще несколько, в общем, несколько элементов, которые показывают чисто, вот только запрещенные линии. В сейфертах 1 запрещенные линии появляются, как надо было ожидать, как узкие, тонкие линии, то есть узкие линии, то же самое в сейфертах 2, а разрешенные линии в сейфертах 2 только бывают узкие, а в сейфертах 1 и широкие, и узкие. Вот видите, пик узкой линии, например, на широком профиле. Ну, в основном, первые классификации давали так, что только здесь широкие линии, наблюдаются разрешенных линий. Есть радиогалактики, например, тоже имеют свои особенности, потом мы перейдем к этому, нормальная галактика, как мы уже сказали, и лайнеры, которые имеют сильные линии с низкой ионизацией, так скажем, ионизационным потенциалом. Это low ionization, nuclear emission line region, лайнер, сокращение, вот такое, low ionization, то есть некоторые линии, которые имеют низкий ионизационный потенциал, например, кислород 1, нейтральный кислород, вот эта линия, еще некоторые, но в основном показатель вот этот. Если он сильный, достаточно, то есть обычно эта линия очень слабая бывает, но иногда наблюдается где-то, скажем, больше одной десятой H-альфа, вот это H-альфа. Вы вообще знакомы со спектром, мне надо повторять, какие линии какие, или уже вы знаете эти, знаете в основном, да, это что за линия, например? очень элементарно, потому что это H-бета с двумя кислородами, если вам знакомы, то тогда уже H-гамма идет, следующее, H-гамма, H-дета и так далее, это бальберская серия в основном. H-альфа имеет с обеих сторон. Мы сейчас, наверное, на лучших примерах, я повторю специально, чтобы вам были они очень знакомы и всегда в жизни помнили, как различать спектры H-ген. Теперь вообще классификации, немножко философские размышления. Во-первых, для чего классификации, что мы хотим этим понять, правильно мы делаем, что классифицируем объекты и так далее, и так далее. Элементарные вопросы ставлю, но, оказывается, история науки показывает, что иногда надо элементарные вопросы ставить, выдвигать, как Эйнштейн сделал один раз в жизни и сказал, когда его спросили, почему это, как так получилось, что вы создали теорию относительности, он говорит, ну я немножко плохо учился, отставал от своих сокурсников, и так далее. Говорит, они уже занимались серьезными проблемами где-то в 25 лет, а я еще занимался такими элементарными вещами, как пространство, время, вот такой. И поэтому мне удалось это сделать, говорит, потому что у меня какие-то знания уже появились. Теперь астрономы, профессиональные, которые изучают галактики с десятками лет, с большим опытом, всегда задают вопросы, почему все-таки мы это делаем. Потому что природа вроде бы не дискретная должна быть. Почему мы должны создавать отдельные виды или отдельные классы, создавать искусственные, в смысле, человек создает искусственные классы объектов, и потом начинает думать, почему они различаются друг от друга, как их охарактеризовать, и так далее. Например, мы знаем, что есть классификация, спектральная классификация звезд, О, Б, А и так далее. Теперь, кто сказал, что звезды О должны иметь какие-то отдельные характеристики, Б отдельные, А отдельные. Ведь, например, есть звезда Б9 под класса, и есть А0, которые очень близки друг к другу, а А0 очень далеко от А9, гораздо дальше, чем А0 Б9, да, правильно? Но искусственно мы как бы становимся пленом в своих же классификациях. Мы считаем, что нет, раз это звезда Б, значит, это другие характеристики, это А другие должны быть характеристики. И искусственно мы как бы природу хотим представить в дискретном виде. Это может быть ошибка, может быть, не знаю, субъективное ощущение природы, но в любом случае и в случае активных галактик тоже мы имеем вот такую проблему, чисто философскую может быть, то есть количественные даты превращаются иногда искусственно в качественные, то есть мы уже рассуждаем об этих объектах как отдельные типы объектов. Нам кажется, что звезды Б и А это как какие-то разные классы объектов, хотя природа потихоньку вот так непрерывно переходит из одного класса в другие. Поэтому очень много типов астрономы называют историческими типами, историческими классификациями и часто вот причем да не так часто наверное очень редкие астрономы стараются как-то не учитывать вот эти исторические классификации чтобы понять чем все равно все-таки чем разделить или понять поэтому сейчас больше появилось графических анализов графические ставя например разные характеристики сравнивая друг с другом мы понимаем какое распределение имеет истинное распределение скажем это выборка объектов а не чисто дискретное разделение ну там конечно если технические вопросы затрагивать когда мы хотим сделать классификацию мы должны понять что спектры или вообще любые наблюдения имеют очень много технического так сказать отпечатка например в зависимости от того какая щель была или файбер то есть зрачок да от этого зависит что мы классифицируем мы наблюдаем галактику центральную часть или мы полностью охватили галактику это зависит от например расстояния потому что если далекая галактика в основном наш ущель попадает вся галактика если близкая галактика мы наблюдаем чистое ядро тогда правильнее классифика потому что мы классифицируем галактическое ядро остальное это звездное население нам не нужно смешивать звездное население то есть хостки алексии как по английски говорят то есть как по-русски хост обычно переводят как бы ну родительскую галактику да наверное можно так сказать хостки алексии то есть хост это хозяин скорее всего по-английски но галактика которая в себе имеет активное ядро вот эта галактика нам не важно это обычно звездное население звездная галактика более-менее похожие друг на друга а в середине могут быть разные вот активные ядра нам нужно понять что излучает ядро какие различия поэтому мы классифицируем обычно ядра а очень часто мы смешиваем и в спектры и в изображении естественно звездное население мы не понимаем что правильно ли мы делаем или нет поэтому вот эта техническая причина есть то же самое можно сказать примерно такие рассуждения о значит размере угловом размере галактики значит область длины волн где мы изучаем галактику разные спектрографы имеют разные эти длины волн правильно разные области например где-то синяя часть может быть получена где-то красная часть средняя где-то большой диапазон где-то маленький и поэтому разные классификации которые приходят из разных статей разными астрономами естественно они вообще не имеют никакого общего между собой очень часто ту же галактику разные классифицируют разные наблюдения по-разному плюс к тому еще очень важная обработка как производится измерение и так далее есть переменность во многих HGN то есть в какой фазе было наблюдение иногда в активной иногда в пассивной более-менее и так далее и так далее сигнал сигнал шум значит отношения имеет значение тоже поэтому эти все технические причины приводят к большому так сказать по-английски есть хорошее слово mess когда все смешано то есть как по-русски сказать хаос можно не совсем хаос но ну да что-то такое перемешивается все вместе и мы получаем не очень правильную картину поэтому я хочу обратить на это все внимание потому что когда мы делаем какие-то статистики с неоднородными выборками например вы берете наблюдение одного астронома и другого смешиваете и потом хотите какую-то статистическую картину построить там точно у вас попадут очень много ошибок попадет лучше работать на однородной выборке когда все сделано однородно теперь объединенная модель тут немножко получше поймем как это все представляется в центре то что каждый ребенок сейчас знает что такое черная дыра естественно я не буду объяснять хотя это чисто теоретическая модель никто естественно не видел черной дыры никогда и не может по теории увидеть но мы считаем что есть такие теоретические теоретически считаем что есть такие объекты во вселенной из черной дыры мы ничего никакого излучения не наблюдаем хотя сейчас если впасть в подробности тогда надо еще и Хокинга цитировать как там идет значит это излучение из черных дыр но мы не наблюдаем мы наблюдаем эффекты черной дыры основной эффект это акреция акреция вещества на черную дыру то есть из-за большой массы из-за большого притяжения вещество вокруг то что имеется вокруг черной дыры попадает переливается в черную дыру и излучает из-за сильного ускорения теперь ну тут размеры представлены какие мы после расчета представляем где что аккреционный диск примерно значит 10-3 парсек ну в сантиметрах это 10-15 значит здесь значит скорости аккреции примерно 0-3 c ну это типичные скорости тут приведены есть значит область широких линий обычно которая очень близка к черной дыре в прям центре потом идет больше на большом расстоянии уже область узких линий то что я вам рассказывал где среда разряженная вернее то что я вам рассказывал вот эти широкие узкие линии вот появляются в этих областях поэтому мы когда наблюдаем широкие или узкие линии мы практически наблюдаем состояние вещества в определенных областях те же HGN имеют и то и другое но иногда мы наблюдаем отсюда то есть видим все иногда наблюдаем отсюда а здесь плотный торус как называют тороид знаете что такое ну как шина да примерно вот если взять окружает HGN то есть центральную часть и только с одной стороны вот здесь и с другой где вот этот джет направлен оттуда видны вот эти части центральные части лучше видны а с других сторон не видны поэтому многие HGN имеют только вот эту внешнюю внешнее излучение которое идет из узких областей и мы наблюдаем как SAFER2 грубо говоря SAFER1 и SAFER2 это грубое разделение потом мы будем говорить о более подробных уже значит подклассах вот этот слайд чем важен чем интересен что в каждой области вот эти написанные аббревиатуры вот здесь объяснены это разные механизмы излучения смотрите bremsstrahlung что такое это немецкое слово но это очень известно физики что такое bremsstrahlung brems что такое у кого машина есть немецкая на экране всегда написано brems brems это тормоза brems тормозное излучение bremsstrahlung это физики это терминология считается очень многие используют в общем bremsstrahlung это тормозное излучение цифротронное излучение комптоновское обратное комптонское сэф комптон значит излучение и внешнее как бы комптонское излучение ну здесь области формально или так условно разделены и показано какое излучение откуда значит происходит ну в целом надо понять что чем мы продвигаемся с центра до окраин например в струе тем энергия уменьшается и разные значит излучения в более низких значит частотах энергиях значит здесь сильнее будут а здесь более сильные но это в целом общая значит закономерность ну здесь примерно мы видим спектр EGN ну здесь частоты то есть это вся полная диапазон полный диапазон частот видите оптическую часть где-то здесь здесь идет значит более высокие энергии здесь низкие энергии вот вот эти облака как бы вот здесь находятся в этих областях значит чет направлен в одну в две стороны противоположной и если мы случайно попадаем наш глаз вот здесь где-то то есть лучше зрения тогда мы наблюдаем глаза теперь тонкий анализ немножко поговорим о тонком анализе спектров в спектрах иногда мы видим что-то общее общий спектр результирующий но он оказывается результатом наложения нескольких разных профилей нам надо понять что за профили откуда они идут и когда накладываются что мы вообще понимаем если мы измеряем или изучаем этот результирующий спектр практически мы ничего правильно не делаем потому что мы как бы изучаем например смешанный спектр нескольких областей которые совершенно имеют разные физические характеристики и просто они благодаря тому или из-за того что они наложились мы измеряем и изучаем этот результирующий спектр поэтому нам надо разделить спектральные вот эти особенности вот это самое правильно слово по-русски будет особенности фичер они называют любые особенности например спектральная линия это фичер то есть какая-то особенность там линия или если распределение в неправильном спектре есть какое-то аномальное распределение это тоже фичер какие-то особенности которые мы замечаем нам надо понять что мы объясняем когда объясняем этот спектр интерпретируем этот спектр то есть это физический смысл имеет или нет а физический смысл может иметь если действительно мы изучаем какие-то конкретные объекты или конкретные области а иногда накладываются вот эти области например если очень образно рассказать если взять несколько человек среди вас смешать все их скажем характеристики черты характера и так далее искать вот есть такой человек на самом деле такого человека нету мы практически что-то делаем искусственно то же самое иногда мы делаем сейджин когда изучаем результирующий спектр поэтому есть такой метод или техника разделения иногда по-английски декомпозишен или разделение по-русски лучше сказать разделение спектра на профили на отдельные профили которые имеют физическое происхождение они сами каждый профиль из себя представляет гауссиану гауссиану с характеристиками которая представляет именно физическое состояние той области откуда это происходит независимо от того потом накладывается на другой спектр или то есть нам надо восстановить изначальные гауссианы профили линий профили тех излучений которые происходят из конкретных областей и тогда можно давать характеристики конкретных областей где что происходит в данной галактике поэтому была у нас такая программа мы взяли 90 очень известных сейфертерских галактик наблюдали с высоким разрешением в обсерватории верхнего прованса это обсерваторе прованс во франции в провансе карелек спектрограф и так далее все техническая часть здесь отмечена и путем вот разделения декомпозичен этих линий мы сейчас буду показывать очень образно будет видно восстановили истинные профили этих линий во-первых для этого надо очистить спектр потому что в каждом спектре очень много других линий например если взять маленькую область даже с высоким разрешением наблюдать вы удивитесь сколько дополнительных линий появляется которые обычно мы не наблюдали например на тех спектрах которые я до этого показывал там в основном сильные линии только были видны а здесь смотрите практически на каждом ангстриме какая-то линия есть и здесь очень много химических элементов и ионов и они все излучают разные линии мы решили взять две два диапазона около аж бета и аж альфа и создали список ну здесь примерно сколько двадцать пять наверное здесь может быть тридцать линий основные самые основные линии которые мы подробно выделили изучая очень много спектра вэген и звезд в том числе чтобы понять какие линии обычно появляются здесь и какие самые сильные ну такие эти жирные это самые известные линии которые почти во всех спектрах эген есть и потом начали работать со спектром например оракеля пятьсот шестьдесят четыре смотрите это резин результирующий спектр а программа есть такая программа которая декомпозирует как бы показывает что там есть узкая линия и накладывается накладываются две широкие линии узкая линия в точности совпадает с характеристиками узких запрещенных линий но у каждой линии тоже появляется фактически где-то лежит там прячется узкая линия то есть система узких линий которая идет с одной области а эта область может двигаться например то есть у них чуть-чуть Z красное смещение различается от других Z очень часто вот они сдвинуты сейчас я буду показывать наверное такие примеры тоже вот смотрите вот здесь видно что вот пик этой линии чуть-чуть сдвинут от пика этих двух линий то есть это широкая линия H альфа вот эта область H альфа 128 120 извиняюсь вот смотрите H альфа имеет несколько профилей вот эти два профиля это что вот эти линии это nitrogen то есть N2 N2 значит 65 83 65 48 это очень известные линии надо даже наверное даже запомнить длины волны H альфа какая длина волны? 66 а где-то в середине этих но смотрите у H альфа 3 линии мы обнаружили одна примерно такой же ширины что эти то есть одна это одна та же серия они идут из одной области эти две линии плюс H альфа узкая а еще есть две широкие H альфа вот это с пиком вот здесь и с пиком вот здесь примерно и пики как я сказал сдвинуты это значит что эти области двигаются в отношении друг друга то есть мы уже как-то более подробно сейчас можем и более ясно можем иметь представление об этих ну естественно вы знаете конечно что путем спектрального анализа изменения всех характеристик мы высчитываем все физические практики все физические параметры этих областей а можно сказать галактик звезды и так далее поэтому вот эта программа вот этот метод очень-очень представляет важность для изучения для правильного изучения можно так сказать галактических ядер смотрите еще более такой случай с маркарианом 926 тоже H альфа область но уже ваша знакомая область потому что эти три линии всегда рядом появляются опять же 65-48 65-63 65-83 но эти три линии есть плюс к этому есть много других профилей так между прочим этот анализ не всегда тривиален иногда это математический метод то есть вы даете множество вариантов не вы а компьютер человеческий ум вряд ли смог бы десятки или сотни или тысячи раз повторять разные профили и в конце концов прийти к заключению какие там профили лежат потому что действительно тысячи разных попыток делает компьютер в конце концов дает также и вот этот остаток residual как называется если это очень гладкий гладкий остаток тогда мы считаем что очень правильный анализ сделан а здесь некоторые проблемы есть видите вот здесь не очень хорошо значит что-то здесь лежит а мы до конца не поняли что это такое почему вот здесь все-таки такой ну бамп как называют но все равно даже вот после вот такого анализа потому что здесь очень большой сигнал а остаток очень маленький то есть сравнительно достаточно хорошо сделано программа работала и причем это не первая попытка это после многократных попыток мы в конце концов пришли к этому выводу что наверное вот такое распределение теперь что это значит что несколько профилей там существует причем они сдвинуты сильно направо и налево и это значит что там большие то есть очень скоростные движения газа происходят в центре галактики в центре вот этих путем этого анализа можно обнаружить также и переменность смотрите казарян 102 галактика несколько спектров наложено и видны разницы разница и в ширине иногда сдвиг бывают линии потому что очень много как я сказал переменных agn существует это тоже в принципе для того приведено чтобы показать это SBS очень известная галактика которая имеет дефицит ну эти галактики называют они в числе галактик со вспышкой звездообразования и они карликовые галактики с дефицитом множество элементов в том числе и гелия и это означает что они как благодаря тому что они были очень маленькие маломассивные они как бы отстали в эволюции и до сих пор наблюдается вот в таком первоначальном состоянии как в начале эволюции очень многие галактики тоже показывали такие спектры ну и очень множество тут тоже спектральных линий естественно тут надо классифицировать очень тщательно смотрите здесь есть элемент широкой линии я почему очень часто обращаюсь к широким узким линиям и вы сейчас очень хорошо запомните что есть и широкие и узкие у многих галактик и сейчас мы будем понимать как они различаются все таки и когда какое отношение соотношение этих широких узких линий должно быть и так далее и так далее значит в эфрокрасном диапазоне так как я обещал немножко и говорить о других диапазонах правда наши знания в других диапазонах сильно отличаются уступают нашим знаниям то что было получено в течение многих лет в оптическом диапазоне кроме того даже сейчас в оптическом диапазоне наши приборы наши измерения более точны чем в других диапазонах это чистотехническая конечно причина наверное потому что человек тоже видит в оптическом диапазоне и все время усовершенствовал в течение историй даже в последнее время в течение короткой истории оптические приборы гораздо лучше чем значит другие поэтому и точность ну с некоторыми конечно исключениями но в основном всякая точность и позиционная и фотометрическая и спектроскопическая спектрофотометрическая в оптическом диапазоне гораздо более усовершенствована чем в других областях поэтому в эфрокрасном диапазоне вот спектры которые мы видим они не очень подробные но все равно они имеют тоже сильное различие например у лирги которые вот называются ultra luminous infrared galaxies то есть инфракрасные галактики со сверх можно сказать сверхсветимые что ли сверхсветимые наверное по-русски да можно переводить они имеют очень высокую светимость 10 в 12 степени солнечных светимостей наша галактика сколько имеет солнечных светимостей ну примерно сколько звезд так грубо если вот так будете говорить 10 в 10 да правильно более менее а 10 в 11 вернее а 10 в 12 только в инфракрасном это большая редкость но это все ну раньше вообще так и галактик не было известно это только в инфракрасном в инфракрасном диапазоне как и в других диапазонах обычно галактики уступает в уптических уступает уступает оптическому а э reaching чего сегодня первое в основном идет изключение в аптическом диапазоне, правда, если взять на единицу длины волны, а если взять полностью диапазон, то в инфракрасном больше получается. Интересно, что инфракрасный диапазон гораздо шире, поэтому в инфракрасном в целом галактики излучают больше энергии. Но иногда считают плотность излучения, то есть это на единицу длины волны, тогда в аптическом гораздо сильнее. Пик у нас как-то получается в аптическом. А в радио и так далее, в других диапазонах гораздо нормальные галактики гораздо уступают аптическому излучению. Есть пикулярные галактики, как я сказал. Вот это тоже вид пикулярных галактик, у которых инфракрасное излучение примерно получается в 10 раз больше нашей галактики, даже в аптическом, если взять. Теперь на диагностические диаграммы. Есть такой сайт, так я оставлю эту презентацию, у вас будет вот этот линк, это ссылка. Вы можете посмотреть, Стефани Жуно очень интересную вещь сделала, собрала все вот классификации, которые были по OGN, и вы можете посмотреть, проверить. Это классическая диагностическая диаграмма. Между прочим, веронами вот эти области разделены. Сеферты, лайнеры и H2. Ну, H2 это общее название, то есть они, можно грубо говоря, что они старберсты, хотя старберсты, хотя старберсты имеют определенный измеренный темп звездообразования, rate, как по-английски говорят. Но они сделали и гауссянами, и лоренцианами, хотя лоренцианы не имеют особо физического смысла, и получили, что в средних областях, в промежуточных, очень много объектов, и они ввели новый класс Composite, то есть, как бы, смешанный спектр между Сефертом, например, и H2, или H2 и лайнерами, вот здесь, например, видно. Вот эти классы тоже были введены. Некоторые авторы дают разные соотношения линий, но в основном классические, которые вы увидите, вот здесь, значит, соотношение O3 к Hb, а здесь вот N2 к Hα, или S2 к Hα, или O1 к Hα. O1 это маленькая, такая слабая линия, которую я вспомнил с лайнерами, вот в лайнерах она очень сильная. И разделение примерно вот такое получается, то есть три класса EGN, но это EGN с узкими линиями, как я сказал. Здесь еще и цветовые диаграммы, бывают разные. Мы побыстрее немножко пройдемся, но это все разные авторы ввели разные виды классификации. Есть не только в оптическом, но здесь я уже перечислил то, что в графическом вы увидели, но есть еще в среднем ИК, значит, цветовые диаграммы, которые тоже разделяют разные классы EGN. В радио были сделаны попытки и в рентгене даже. Теперь разные типы EGN, какие вообще имеют EGN. Здесь тоже перечислены и некоторые характеристики. Квазары это объекты с широкими линиями, в основном с большими красными смещениями и с большими светимостями. И квазары обычно это как голое ядро галактики. Без звездного населения только ядро. Причем в среднем светимость больше. Почему? Потому что это связано с эволюцией Вселенной. Смотря, вот если смотреть в течение эволюции, что происходило с объектами, с галактиками, сначала происхождение и потом, значит, с эволюцией, то можно примерно найти эпоху или также и расстояние, потому что, вы знаете, космос у нас это машина времени. Чем дальше идешь, чем, значит, прежнее время получается. То есть мы на каком-то расстоянии имеем какое-то время в течение эволюции космоса. Это примерно 2,2, 2,3 Z. На этих Z получается, что мы имеем самую большую светимость галактик и квазаров. То есть в основном в это время, до этого, значит, они как бы увеличивались, потом пошло уже как бы уменьшение светимости. Поэтому вот очень важно пронаблюдать объекты на разных Z, разные классы объектов и понять, как происходила, значит, эволюция или развитие Вселенной в целом и разных объектов Вселенной. Ну, здесь приводится Bulkquaser, например, Brought Up Social Line Quasers, который, о котором я сказал, это пикулярные квазары. В основном таких квазаров не очень много, но есть, но они не представляют как бы отдельную красивую квазару. Это усредненный спектр квазаров, который построен на основании 2DF-обзора. Основные линии вот они приведены, все H-α, H-β, но если дальше продвинуться, я думаю, что если вы заинтересованы в ЭГН, в исследованиях ЭГН, вы должны обязательно знать, что самая сильная линия это Лайман-Альфа, здесь есть, значит, C4, C3, Магний-2, вот эти самые-самые сильные линии, и плюс еще оптический диапазон, который обычно смещается в сторону близкого инфракрасного. То есть очень часто мы эти линии не наблюдаем и наблюдаем только эту часть ЭГН. Ну, модель квазару это примерно то же самое, что и модель ЭГНа, кроме того, здесь очень подробно приведено, значит, описание джета, то, что происходит в джете, какие излучения и так далее. Если вы потом захотите, вернемся более подробно, посмотрим. Радиогалактики примерно такие имеют ядра, как квазары, то есть в основном среди квазаров есть два типа. И то же самое и среди галактик фактически получается, что или они очень сильны в радиодиапазоне, или слабы, или вообще не наблюдаются в радио очень часто. Но это, конечно, тоже технически надо понять, что зависит от чувствительности наших приборов. Когда мы делаем более глубокие радиообзоры, например, обнаруживаем очень много новых радиоисточников, которые раньше считали, что они не излучали в радиодиапазоне. Поэтому часто вот эти все классификации или все характеристики условны. Они зависят от чувствительности приборов. Сейферты имеют, значит, один и два класса в основном, но подкласс один имеет, то есть один класс имеет подклассы, один и два, один и пять, один и восемь, один и девять. Это Остерброком введены. И надо обратить здесь внимание на соотношение широких и узких линий. Смотрите, здесь есть широкая линия, очень четко здесь видны. И узкая линия, H-бета, например. То же самое и с H-альфа. Примерно здесь соотношение одинаковое. То есть половина широкой линии накладывается в такой же интенсивности узкая линия. Хотя в целом энергии в широкой линии гораздо больше, конечно. Но речь идет об интенсивности, о пике. Вот такие примерно классифицируют как Сейферт полтора, Сейферт один и пять. А когда соотношение вот такое, смотрите, вот здесь какая слабая линия, широкая. Опять же имею в виду пик с энергией, например, с точки зрения энергии больше, чем в узкой. Но узкая линия достаточно высокая, а широкая линия низкая. Вот эти классифицируются как один и восемь. Ну и так далее. Есть такие подклассы, как широкий, значит, Сейферт один, но с узкими линиями. Смотрите, вот эта широкая линия, в других случаях она очень широкая была по сравнению с запрещенными линиями. А здесь достаточно узкая. Кроме того, тут появляются линии железа с обеих сторон H-бета. И кроме того, эти объекты являются рентгеновскими источниками. Вот эти объекты называются НЛС-1. Нэролайн серфет один. То есть они Сейферт один, как бы, с широкими линиями, но с другой стороны у них линии не очень широкие. Нэролайн серфет, каламбур получается, то есть Сейферты с широкими, с узкими, с широкими линиями, так будем сказать. Лайнеры. Лайнеры, я уже сказал, что у них low ionization, то есть низкой ionization линии сильные обычно бывают. И поэтому вот этот класс выделен. Composite это вот эти промежуточные объекты. Я так понимаю, надо быстренько пройти по всем. Но здесь composite почему? Потому что, смотрите, с одной стороны можно и назвать лайнером этот объект, потому что вот эта линия достаточно сильная. С другой стороны, вот если посмотреть на это и на эти соотношения, они по диагностическим диаграммам даже не EGN будет, а H2 область. То есть это промежуточный объект между лайнером и H2. Таких объектов очень много, когда вот по разным соотношениям разные классы получаются. Поэтому у них думается, что у них несколько разных областей, представляющие разные классы. Про лацертидов я практически уже рассказал тогда, когда историю показывал. Немножко вот эти все информацию, по-моему, я уже дал вам. Вот это красные лацертиды, да, обычно они бывают более синие, но обеих типов бывают. Много EGN, они считаются класса 2, и они красные в основном. Теперь классификация в гиперледо, гиперледо это база данных в Лионе, там раньше она называлась Лида, Лион экстрагалактик дейтебейс, но сейчас улучшили, там очень много новшеств введено, и там поставлена классификация, между прочим, где я лично сам участвовал. То есть эти все описания объектов, а здесь очень много подклассов, практически все, что в астрономии известно, сейчас там нормально, достаточно подробно описано. Вы можете войти туда и посмотреть. Сейчас здесь я перечистлю, наверное, несколько десятков будет. Смотрите, начиная с квазаров, самых таких мощных EGN-ов, и потом переходя к Сейферта, Неролай Сейферта и так далее, Сейферта разновидности вот эти все. Вот эти все классы, практически которые в литературе где-нибудь появлялись, они там описаны, хотя некоторые они повторяются. Например, Сейферта 1N, то, что обозначено, то же самое, что и NLS1. Написано, видите, the same as NLS1. Но так как такой класс существует, и кто-то может заинтересоваться, посмотреть, что это из себя представляет, обязательно мы тоже решили там оставить эту классификацию. И вот продолжается до галактик, экстрагалактик H2, H2 области, которые практически уже не EGN, но все равно имеют эмиссионные линии, они тоже активные галактики, они галактики со звездообразованием сильным. Но есть СБ, которые уже называются со вспышкой звездообразования. А вот это вот галактики, голубые компактные карликовые галактики, о которых я уже говорил, пример СБС-галактик. И некоторые классификации, которые из других характеристик, кроме оптических, получены из других. Например, есть радиоисточники, есть фонаров релей 1 и 2 типа. Это распределение фактически морфологической радиоструктуры. Есть еще и EGN второго типа, которые вышли после инфракрасных обзоров и улик, о которых я уже рассказывал. Теперь здесь тоже некоторые соображения, какие характеристики играют важную роль для классификации EGN. Вот смотрите, здесь перечислены, то есть не только соотношение линий надо брать, а многие авторы берут только это. Там и ширина линии, и другие вот перечисленные характеристики. Поэтому классификация EGN вообще мультипараметрическая проблема, можно так сказать. Очень много параметров надо учитывать. И часто вот один параметр дает одну классификацию, а другой параметр совершенно другую. Поэтому мы до сих пор еще не поняли, как они все связаны между собой. Хотя попытки такие сделаны, схематически показывать EGN. Вот эти таблицы, пожалуйста, тоже потом изучите, потому что, по-моему, времени не будет сейчас подробно останавливаться. Но практически то, что я уже охарактеризовался, EGN, вот более-менее сейчас более понятно будет, когда вот такими вот схемами они расставлены. Это тоже самое практически, но немножко другие эти перечислены. Например, в процентном соотношении здесь плотность, пространственная плотность разных галактик. Это вообще всех галактик, это отдельных типов EGN и так далее. А здесь все обозначения подробно описаны. Ну, это тоже пространственные характеристики. То же самое практически. Ну и если суммируя зоопарк, по-русски тоже, да, будем так говорить, зоопарк EGN, то можно брать самые важные вот здесь все эти характеристики, чтобы быстро запомнить, например, радио имеется или нет, или тут в каких галактиках, родительских, как я сказал, галактиках они находятся, вот эти EGN и так далее. Вот эти характеристики, примерно диапазоны энергии, можно, то есть светимости, можно вот так запомнить, как какая мощность EGN в разных классах. Ну, еще многоволновые распределения спектров, об этом тоже поговорим, потому что по всему диапазону, когда, кроме оптического, у нас есть и другие, мы можем характеризовать EGN полностью, то есть иметь полное представление. Смотрите, где-то в оптике, вот где здесь, они могут быть похожи, например, вот эти две линии, да, а потом могут идти по-разному в разных этих других диапазонах. Поэтому надо, чтобы иметь полное представление. Ну, правда, не всегда у нас есть полная картина всех наблюдений во всех диапазонах. Только для ярких галактик мы имеем более-менее многоволновые спектры, как мы называем, или многоволновые спектральные распределения энергии, ACD по-английски, это специальный термин, Spectral Energy Distribution. ACD означает, что мы имеем вот такое распределение. Они не спектры, они получены из фотометрических наблюдений. Разные точки фотометрически получены и соединены, и получаются такие кривые, как распределения. Ну, в рентгеновском диапазоне тоже достаточно хорошо сейчас уже идут, если достаточно подробные исследования, то есть разные IGN тоже разделяются, но пока нет хорошей статистики сопоставления большой выборки, классифицированной в рентгене и в оптике. Вот это все фотометрические измерения и фотометрические диапазоны, где есть разные у нас измерения из разных обзоров. Это основные обзоры, которые покрывают много IGN. Поэтому эта таблица помогает понять, что мы можем изучить и что сравнивать с чем. То есть это разные как бы цветовые характеристики. В Италии создана очень хорошая база данных, где можно брать объект и из интернета вытащить все данные по всему диапазону. Например, здесь Markarian 231, и вот столько измерений есть, и мы получаем многоволновой спектр практически. Ну, тут тоже несколько примеров, не будем останавливаться. Markarian 421. Ну, обзоры. Про обзоры, наверное, я немножко больше, лучше скажу, когда, я уже немножко рассказал, почему важны обзоры, но когда про Markarianские галактики буду рассказывать, давайте там остановимся. Надеюсь, время хватит. Ну, про Слоновский обзор. Это один из самых важных современных проектов астрономии. Некоторые астрономы говорят, что астрономия делится на две части. Это Слоновский обзор и все остальное. То точно так же Шкловский в свое время сказал, что астрономия делится на две части. Это крабовидная туманность и все остальное. Теперь смотрите, вот сейчас Гайя идет, спутник, да, астрометрический, то есть дает очень много данных, которые будут по количеству перекроют даже СДСС. Но СДСС как спектральный обзор для космологических целей все равно остается самым важным, потому что Гайя больше направлена на галактическое изучение и там больше важны вот звезды, а здесь галактики. Ну, это диапазоны Слона по сравнению с Тумас, это ближний инфракрасный обзор. И благодаря цветовым диаграммам очень хорошо разделяются разные типы объектов. Это хороший метод, в принципе, это вы можете запомнить, что есть такие графические методы, когда буквально, вот просто имея цвет U-G, например, G-A, вы можете спокойно выделить квазары и понять, какие точечные объекты являются квазарами, какие звезды. И таким путем Слон 96% с процентной уверенностью обнаружил очень много квазаров, уже приближается к качеству 700 тысячам. Ну, это покрытие небослона с разной характеристикой, об этом, не знаю, очень хороший сайт у них, где можно брать всякие данные и прямые изображения, и спектры, изучать. Также есть онлайн вот такой интерфейс, где можно онлайн делать измерения, изучать спектры всех этих 4,5 миллионов объектов. У нас много проведено международных симпозиумов по EGN, вот, например, это proceedings, как называют, европейский съезд у нас был проведен в 2007 году. Но очень много открытых вопросов. Я сейчас оставляю вас, то есть заканчиваю с открытыми вопросами в области активных галактик. А их, наверное, больше, чем уже выясненных моментов. Так что, как сказал Амбар Цумян, а за этого, по-моему, говорили многие другие философы тоже, говорит, мы достигли очень больших успехов в астрономии, очень много всего обнаружили, открыли. Но, говорит, все равно больше, гораздо больше остается будущим поколением. Так что вам, вы счастливые люди, потому что вам больше осталось, чем мы смогли и успели изучить. На этом позвольте закончить лекцию. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ